Время была главной улицей города, Ордей, вообще состоялась. Не удивительно, что лучшие виды и самые красивые панорамы города открываются именно с вами. Живитесь подробнее и приготовьтесь смотреть и слушать. Как и любой средневековый город, Москва росла за счет обстройки идущих к ней и от нее торговых путей. Такие известные улицы, как Арбат, Сретенка, Солянка, были просто-напросто дорогами, пролегавшими среди лугов, лесов и полей. Они вели к слободам, селам, монастырям, главным городам соседних и более отдаленных княжеских. Так постепенно формировалась радиальная структура застройки города. От Кремля дороги шли во всех направлениях. Характерной чертой центра Москвы является причудливая сеть переулков. Это существенная особенность старинных городов, имеющих много-напросто историй. Такие, например, в Кремле, в Кремле, в Москве. В новых же городах, построенных не так давно, мы не найдем этого лабиринта. Вспомним хотя бы Петербург или Одессу. Причиной возникновения такой планировки были хаотичность застройки и обилие мелких участков, которым протаптывались, прокладывались узенькие дорожки, проулки, превратившиеся со временем в переулки. Город Москва некоторое время назывался даже Кучковым, А лишь потом за ним утвердилось название Москва. Вероятнее всего, по реке. Одни говорят, название финское, обозначающее то ли смородину, то ли крутящуюся, искривленную или мутную направленность. Некоторые называли реку Москву Мосткова, производя это имя от мостков на реке. Известно и то, что в северо-восточной Руси много рек, имена которых оканчиваются на Ва. Протва, цилва, косва. А Ва по-фински значит вода. Отсюда вывод, город назвали Москвой по реке. А реку назвали Москвой по неустановленным пока причинам. На территории справа, где раньше находился целый район Зарядья, планировали построить Дом Совета Народных Комиссаров, а позже Восьмую Сталинскую Высоку. Уже был сооружен огромный стиловат и частично возведены стены, когда стройку прервали из-за смерти Сталина. Позже на уже сделанном фундаменте построили гостиницу номер один в СССР под названием Россия. Главный архитектор Чичулин даже концентрировался с представителями компании «Хилтон», чтобы перенять зарубежный опыт. Россия была занесена в книгу рекордов в СССР и самую большую экспедицию Европы. Там открыли крупнейший в стране концертный зал и кинотеатр. В гостинице номер один селили иностранцев из дружественных стран, особо отличившихся дружеников и представителей советской элиты. Здание было разобрано в начале 20 века.